Здравствуйте, дорогие мои, подписчики, просто зрители. У меня подписчиков пока два было, я, вы вовсе, я открыла свою студию. Прикиньте, это вот моя студия. У меня здесь разных плакатов навешанных, всяких установок, которые я не могу показать. Чтобы снять нормальное видео, я использую много всякой техники, кроме микрофона. Микрофонов пока не много, но это пока что, пока что. Не думайте, что я не буду снимать качественные видео, просто у меня пока что нет, нет у меня пока. Так, вот это у меня брюк, я поклонник, вообще жесткий, это, по-моему, Дисней Питчерс Анимейж, особенно мультика Тачки, это вообще капец. Я тащусь от этого мультика, еще люблю смешать, и мультика, ну так, не для себя говорю, моим подписчикам, да, просто зрителям, кто просто смотрит за видео. Ну, это и про зрители. И моим друзьям, которые есть, сидят на ютубе. Это Клауда Эм, и просто, я стрелу видео по 10 видео в день просто. Также мой друг, одноклассник, Дида Синплей, подписан на мой канал Креатив, тоже, вообще, вообще, Креатив Синплей. Это вообще капец, я уделал по 15 видео в день свадьбы. Особенно люблю, когда она играет в 15, ну, пильшно. В общем, фифу, он фифу вообще разбирается в фифе, любви, когда она открывает кейсы в Крис Гоу. Ну, еще в одном сэншоу можно еще тоже подписываться, подписываться, мой друг. Мне уже будет вот-вот этим летом 14 лет, 14, представьте, мне уже 14 лет, мне уже 14 будет 16 августа. 16 августа я выложу официальное видео моего дня рождения, моего дня рождения. И где-то в августе, в июле будет жара, потому что я буду снимать на PS3 консольки GTA 5. Также летом я буду играть на PC, также GTA 5 онлайн, много с кем, там, с мапсом, с китом, в общем, с кем, в общем, много. Много тягаем времени, я рассказываю про свою студию. Я открываю новый, новый плейлист, раздел Book Animals, то есть мы будем... Книга о животных, так сказать. Я буду рассказывать про разных видов животных, про их особенности, чем, ну, в общем, про все, про все, про все в одном видео. Видео не будет идти больше 15 минут, потому что у меня я снимаю на камеру, но при поддержке Бандикам, то есть что, ну, при поддержке Бандикам, а Бандикам после 20 минут, после 15-20 минут идет уже платно, так что надо меньше говорить, больше делать. Скоро я также буду снимать еще видео, как я делаю ботанический сад в лампочке, да, в лампочке обычной, и как я делаю свои камеры, настоящий микроскоп. Это надо потом, я потом расскажу вам о всем из своей камеры обычного телефона, смартфона. Я сделаю настоящий, самый настоящий микроскоп. Он будет даже вот эти вот нитки, которые вот, даже нитки от моего одеяла. Я сейчас не дома, правда, я в своей студии, моя студия открыта чуть недалеко от моего дома. На ваду, че шучу-то. Далеко от моего дома, в геймплее просто. У нас, я, там, скоро в Ниге, скоро, когда мне будет так лет по 17, я буду в Екатеринбург перебираться потихонечку. Там буду на геймплее. И так у нас есть этот еще, называется, как он, в Нижнем Тегиле у нас есть тоже, на вагонке есть тоже геймплей у нас, почти на окраине города. Вот из этих одних кабинетов геймплея я сейчас сижу и записываю свое видео. Мне очень нравится здесь, здесь очень хорошо. Ну, я еще не успела ничем осна... Ну, музычка хорошая, приятно играть. Я просто не успела еще ничем оснащить, как бы, свой кабинет. Просто решил попробовать первое видео записать из геймплея. Уже привлеком из геймплея. При поддержке Банди Камни снимаю это видео. Я сказала, дорогие друзья, мои. На кого я сейчас подписана, это много всяких ютуберов. У меня 32 ютубера, на которых я подписан. Обязательно качайте Банди Камни снимайте на обычную вебку. Только при поддержке Банди Камни качество и звук будет намного лучше. Советую. Ну, ладно, перейдем в Book Animal, то есть книга зверей, книга животных. То есть, ладно, перейдем к главному. У нас в гостях сегодня лев, 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 лев. Лев. Обычно его такой лев. Я хотела рассказать вам сегодня про льва. Лев, как вы думаете, для лев, это царь зверей. Кстати, у льва, особенность у льва, у него хвост пучком. Ну, не пучком. То есть, у него хвост не как бы у других зверей, там бывает полу-презвый, там такого. Нет, 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 нет. Это у льва больше вырастает, у зверей больших. А львов, примерно, когда им исполняется 3-4 года, у них вырастает шикарная, огромная грива. А у зверя помладше, которым 2-3 года, грива, грива не растет, а они как самки. Даже бывает, что путают, где самки, ну и происходят, то есть, понятно. Ну, здесь мне понятно. Лапы у львов очень сильные. То есть, они могут бежать даже, там, например, по песку, по кадежу. Ну, по песку трудно бежать, да, он как-то тебя всасывает. Ну, я был на Иссыкуле, просто знаю. Вот, и вот, кажется, что они могут по песку обычно в саваннах бежать, разгоняться до 55 км в час и более. То есть, максимум до 70 км в час они могут за зверями, если они голодные, бежать. У них вот такие вот, у них сильная особенно, у них очень, вот такая, очень сильная челюсть. Зубы, вот у меня есть клык льва, я сейчас покажу вам, каким размером у них зубы. То есть, это единственный клык. Вот. Вот такого размера у них зубы. Ну, примерно сантиметров 8-9, это точно есть. То есть, примерно сантиметров 8-9 у них клык. То есть, вообще, огромный клык, больше, чем у леопада или, там, у ягуара. Ну, ягуаров мы скоро будем проходить. Это будет где-то в серии 20-й, 21-й. Ну, может быть, я буду большой плейлист выпускать. Изменить множество. Многосерийный плейлист будет Book Animals. Так. Не буду снимать я на геймплее. Повторяю, подписывайся на мой канал. Когда вы подписываете. А. Еще я хотел добавить вам про... У меня есть множество еще постеров. Я на геймплее сегодня. Множество еще. Целая стопка таких же постеров. И почти таких же, конечно. Чуть по... Чуть по... Они чуть другие. Но тоже постеры же. Подписывайтесь на канал, и вы получите... Ну... Это зависит от подписывания. Если у меня будет 5 подписок, то каждый... То есть, если у меня будет не 2 подписок, не 2 подписки на моем канале. А если у меня будет достигать аж 10 подписок, то каждый, кто тут, позвонит мне на телефон. Записывайте телефон. 8, 9, 50... 8, 9, 50, 19, 18, 207. 8, 9, 50, 19, 18, 207. Позакните на меня телефон. Я назначу вам 9, 9. Главное, чтобы вы были в Нижнем Тагиле или там в Екатеринбурге. То есть, я могу вам дать целых 3 постера от Колдлайна. Прикиньте. От меня. Еще я могу дать вам постеры от Ивангай. У меня просто есть постеры Ивангай. Мне некуда их девать. На геймплее мне неохота их развесывать. То есть, я хочу как бы свой канал. Перейдем, наконец, уже к Льву. У Льву, они набирают в себе очень большое брюхо. На зиму. То есть, вот в Африке, я не понимаю, в Африке, вроде бы, зимы не длинные, небольшие зимы. Но зачем? Там даже не холодные. 20 градусов зимой в Африке. Я не понимаю, зачем просто им такое брюхо. А я знаю. Оказывается, Львы отъедают себе столько, чтобы не быть голодными. То есть, у них бывает такой период, что они могут есть до двух недель. То есть, не будет попадать пища. Льву, типа, у них есть такой сезон. Это наступает он обычно в октябре, в ноябре. То есть, две или три, даже по три, по четыре недели они не едят. И для этого они уже приспособились. И за вот такие вот, как у этого Львенка, запасы подкожного жира набирают, чтобы им было, ну, то есть, чтобы они вообще не истощились и не умерли. Так, у Львов Грива, то есть, теперь жизнь в цифрах. Грива достигает, то есть, у него сантиметров. Одна Гривенка достигает у настоящего Льва примерно 10-15 сантиметров. Представляете? Один волосок 10-15 сантиметров. Да, то столько, то примерно. Вообще просто говорю. Хвост у Льва достигает половину его тела. То есть, это метр почти около двух метров. Сам Льв в длину 5,2 метров. Это довольно больше. Это больше, чем комната в геймплее. Ну, там комната в геймплее маленькая на одного ютубера. Четыре... Четыре-три метра. Всего лишь... Представьте, сам он очень... Снимает, он снимает видео Дида Семплей. Дида Семплей. Я офигею. Только что он там снимает? Да он не снимает. Он играет в PES 2016. Он пока... Он решил чуть-чуть потормозить со съемками. А я тормозить не буду, потому что мне нужны подписчики. Вообще, я бы хотел посвятить это видео, конечно, о открытии плей-листа на геймплее... То есть... Book Animals плей-листа. Но сегодня, как бы, даже считайте, что Book Animals первая серия, то есть Лев первая часть. Ну и также по... Практически посвятил его... То есть рассказываю, как я на геймплее там всяком-всяче. Ну, я не буду тянуть. Не буду, конечно, я тянуть. Дальше буду рассказывать про Льва. У Мойсик, у Львов... Чёрненький. Ну, то есть чёрненький, а по-настоящему у них... Такой розоватый. Но есть даже такие Львы, которые водятся примерно... Возле КНДР... КНДР... Ой, тьфу, какой КНДР... Это же Корея! То есть... Возле этого... О, возле Танзании его. Южная Танзания. Это на границе с Мапуту. На... С Мапуту. И... На границе с Зимбабве, что ли? Зимбабве. Вот, в общем, они там водятся. У них на всё чёрное. И язык чёрный, и кожа сама чёрная. Мех у них небольшой. Задачно большой. Потому что им большой не нужно. Им будет жарко. Мех у Львов достигает... Так, как... Меньше грибы даже. То есть 9-10 сантиметров один волосок. Гриба 10-15 вообще. А зуб у них 8-9. То есть... Небольшая величина. Глазки у Львов бывают... Как у меня, которые сейчас показывают. У них всё время такие глазки, знаете... Ой... К настоящему зрению, у Львов... ОГРОМНОЕ. Но, угадайте. С кем я на геймплей приехал внимательно в видео? Правильно. С моим котом Тоськой. Мой Тосьик. Тоська мой. Мы с ним будем изучать животных. Он сам животный. Он будет... И мы будем их уютают по них. Будем изучать. Ну, кажется, про Льва... Что я хотела рассказать вам. Это всё. Питается Львов обычно зебрами, антилопами. Иди погуляй. Иди соседней. Посмотри, чем гиды сеймплей снимают. Ну... Так. Ну, на геймплей я скажу удобно. То есть не такие коридоры, как в обычных школах, в офисных заведениях. Нет. Я вам скажу. Здесь махровые полы. Всё очень удобно. То есть как по-домашнему всё сделано на нашем, значит, гидском геймплее. Ну, почти что на окраине города. Там, где улица танкостроителей. Только ещё дальше, 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 дальше. Ну, ладно. Всё. Подписывайтесь на канал. За мной был Каллблайн. Это пусть вам и Лёвка. Я рассказала вам всё про Лёвку. Пока, Ютюб. Субтитры сделал DimaTorzok